В Люберецкой администрации прошло расширенное заседание по вопросу подготовки жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему сезону. На встрече присутствовали представители управления ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Одним из ключевых этапов на пути к подготовке к зимнему периоду стало открытие в городском округе Люберца единой диспетчерской службы ЖКХ. Отныне жители муниципалитета могут в полном объёме пользоваться удобным сервером, круглосуточно получать всю необходимую информацию, а самое главное – знать, куда обращаться при нештатной ситуации. В холодное время года, когда могут произойти проблемы с отоплением или другими жизненно важными ресурсами, эта служба необходима как никогда. А для того, чтобы система теплоснабжения этой зимой работала как часы, Люберецкая теплосеть потратила более 95 миллионов рублей. Тщательно подготовились к холодам и сотрудники водоканала. План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года перевыполнен на 23%. Объём работ по текущему ремонту составил 26,4 миллиона рублей. Для повышения качества воды по программе «Чистая вода» в 2017 году были начаты работы по реконструкции и модернизации водозаборного узла 2,5 по улице 8 марта, дом 21, строение 1. Готовность жилого фонда к отопительному периоду составляет 100%. Все 2056 многоквартирных домов прошли необходимые процедуры, чтобы встретить холода. Крупнейшая управляющая компания ЛГЖТ обслуживает самое большое количество МКД – более 800 объектов. Для того, чтобы ликвидировать аварийные ситуации, на предприятии сформированы три оперативно-восстановительные бригады. Все они обеспечены необходимыми средствами и оборудованием. На расширенном заседании Александр Проваров рассказал также об управляющих компаниях, работающих в поселках городского округа. В поселке Томилино подготовлено к отопительному периоду 2267 жилых домов. Основными управляющими организациями является МКД «Томилинский жилищный трест». Во обслуживании находится 102 многоквартирных жилых домов. Также в организации ООО «Авангард» обслуживания находится 81 жилой дом. На расширенном заседании присутствовали жители городского округа «Люберцы». Они имели возможность задать интересующие вопросы. К руководству администрации поступила просьба решить вопрос с отоплением в местах общего пользования в 17-этажном доме в Октябрьском. По словам жителей, его не предусмотрел застройщик. Отсутствие отопления на лестничной клетке привело к промерзанию стен. Устранить это нарушение взялась местная управляющая компания. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.